Всем привет, с вами Priya. Не так давно вышло обновление 8.2 на живые сервера, и уже на тестовых игровых мирах установлено обновление 8.2.5, и там начинаются самые первые тесты. Конечно же, очень много нововведений различных, и в текущий момент даны только самые первые обновления, и, пожалуй, самые основные. Что нас ждет? Ну, на самом деле, весьма много моря всякого контента, и посвящен этот контент, ну, немножко таким вещам старым, а также различным новым, которые ждут нас к 15-летию Варкрафта, которое будет в ноябре. Начнем же. Самое первое, то, что нас ждет с переводов английского форума, это изменение моделей персонаж рас, воргенов и гоблинов. Воргены и гоблины, появившиеся еще в катаклизме, подвергнутся различным усовершенствованиям. Изменения в обновлении затронут все аспекты внешнего вида персонажей, относящихся к расам воргенов и гоблинов, от геометрии лиц до анимации. То есть, изменения, получается, будут как и у НПС, так и у игроков. В принципе, прекрасно графическая сторона игры насыщается, это не может не радовать. 15-летие World of Warcraft. В ноябре нас ждет 15-я годовщина со дня выхода World of Warcraft. И разработчики подготовили для нас целый ряд торжественных мероприятий. Игроки, зашедшие в игру в период празднований, получат по почте особый праздничный сверток, содержащий питомца малыша Нефориана, а также другие внутриигровые подарки. На протяжении всего праздничного события игроки смогут принимать участие в уникальных рейдах, а также в самых нашумевших в боях прошлых дополнений. К тому же, игроки смогут сразиться на поле боя Альтеракская долина, которая будет оформлена в классическом духе. Те, кто примет участие в боях в Альтеракской долине, получат особую праздничную валюту, с помощью которой можно будет приобрести два новых средства передвижения. А именно, боевой скакун клана Грозовой вершины для Альянса, а также ручина можно будет получить из клана Северного Волка. Те игроки, которые одолеют 9 боссов в новых крыльях рейда, получат обсидианового разрушителя миров, а именно транспорт, на создание которого вдохновил сам черный дракон Смертокрыл. Новые маунты, новый питомец, новые рейды. Интересно, что-то похожее было уже в десятилетие Варкрафта. В тот момент мы штурмовали огненные недра, ластом был Рагнарос, мы лутали гончую недр, которая с двумя головами была. Ну, также питомца можно было еще полутать, по-моему, Крохотная Искра Ненависти она называлась. Ну, в текущий момент делают вот такие вот интересные нововведения. Прекрасно. Маунт действительно хороший, красивый, и летать на нем, к примеру, каким-нибудь латником будет весьма кайфово. Вспомните анонсы Battle for Azeroth в дополнение. Говорилось о летающей осе. Так вот, игрокам Альянса будет доступен особый квестлайн, в котором пасечники Долины Штормов наконец-то научились выращивать здоровых пчелок, на которых можно кататься верхом. У пчеловода Барри приготовлено специально несколько заданий. Стоит поговорить с ним и начать увлекательное приключение. Ну, конечно, приключение будет подвержено всяким дейликам, всяким квестам, которые будут повторяться. Надеюсь, что эти квесты будут реально интересными. Ну, а в награду, как уже было сказано ранее, нас ждет ездовой маунт Пчела Летающая. Система путешествий во времени очень нравится игрокам. Особенно во время таймволков, ну, то есть путешествий во времени, очень нравится людям качать твинков. Это удобно, это быстро, это достаточно просто. Так вот, пока будут активные путешествия во времени по подземельям Катаклизм, игроки максимального уровня смогут объединяться в группы и вновь попасть в шпиль Сульфурона. Шпиль Сульфурона — это рейд «Огненные просторы». Его можно будет закрыть в режиме таймволка. Прекрасно. Относительно недавно закрыли такую функцию, как «Пригласи друга». Ну, в текущий момент ее просто-напросто нету в игре, и если вы надумаете пригласить своего друга в игру, увы, это не получится. В обновлении 8.2.5 ждет преобразившаяся система «Пригласи друга». Если осталось неизрасходованное игровое время у людей, то вы сможете пригласить в игру друзей. Это могут быть и новички, также и опытные игроки, которые возвращаются после перерыва. Вместе отправятся с ними на поиски приключений. Для этого вы сможете перейти по новой ссылке, создать все абсолютно по новой функции, и переходя по ссылке, мы устанавливаем связь с друзьями, увидим, что оплатили они игровое время или нет. В общем, «Пригласи друга» — теперь функция будет, скорее всего, совмещать в себе и «Пригласи друга», и «Свиток воскрешения», который был еще в катаклизме. Это весьма интересно, это расширяет функцию общения между людьми, контакты между людьми, ну и людей новых хотя бы это в игру привлечет, хоть как-то, весьма неплохо. Скорее всего, система еще будет доработана, и награды с нее будут выведены в какой-то конкретный список, скорее всего, потому что обещают что-то прям глобальное насчет нее. Посмотрим. Все-таки, как-никак, это первые обновления, документированные в 8.2.5, и, скорее всего, в ходе разработки обновления 8.2.5 мы узнаем еще очень и очень много информации. Постараюсь держать вас в курсе, чекайте различные другие видосики на ютубе, все ссылочки есть в описании под видосиком, Twitch-трансляция, Discord-сервер, на котором мы периодически общаемся, и ВК-группа, в которой публикуются различные анонсы. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого!